В некоторых странах так бывает. Подозрения на коррупцию в правящей партии вызывают многотысячные митинги. Митинги вызывают отставки. После вчерашнего видео я вынужден прямо сказать «хватит, значит хватит». Объявляя о развале правящей коалиции, Себастьян Курц не скрывает. Методы получения пресловутого видео пахнут дурно и отнюдь не журналистикой, но перевешивает сам контент. Ибица, июль 2017-го. Без пяти минут вице-канцлер Австрии Хайнц Кристиан Штрахе, лидер ультраправой партии «Свободы», посреди предвыборной гонки, готов помочь племяннице якобы русского олигарха отмыть в Австрии сомнительный капитал. Услуга за услугу. Ей обещают госконтракты в обмен на поддержку партии. Советуют для начала купить пакет акций крупнейшей газеты страны «Кроненцайтунг». Ну, трех-четырех человек в редакции мы потом продвинем наверх, трех-четырех вышвырнем, а следом сразу поставим еще пятерых своих. Вот и вся сделка. И если такое издание за 3-4 недели до выборов нас начнет продвигать, то за счет этого мы завоюем не 27, а все 34%. В прессе эту пленку слили через два года и за неделю до выборов в Европарламент. Перед уходом в политическое небытие Штрахе признается, что в тот вечер был пьян и угодил в западню. Эту женщину я видел единственный раз в жизни на этом частном ужине во время моего отпуска. После этого у меня не было с ней никаких контактов. Впрочем, прежде Алена Макарова, как она представлялась, втерлась в доверие к однопартийцу и другу Штрахе. Вот он слева, Йоханну Гуденусу. В будущем лидер парламентской фракции ультаправых, в прошлом московский студент, говорящий по-русски. Австрийский зритель поражен, до чего подвешен язык у ключевых политиков страны, ведущих торг буквально с первой встречной. Но они могли бы теоретически кого-нибудь хотя бы спросить. У Гуденуса есть много контактов в России. Они не захотели это сделать. И то, что они так попались и вообще не проверили, с кем они имеют дело, ну это говорит об интеллектуальном уровне этих людей. Но настоящие российские друзья, близко знавшие партию Хайнса Кристиана Штрахе, не то чтобы удивлены. Он показывал просто чат, он тогда еще был неженатый, где какое-то бесконечное количество блондинок писали ему там «Хайнс Христиан», «Тубий Зощ», «Ты такой хороший», «Ты такой милый», «Хочу с тобой познакомиться». Меня там поразила эта открытость. Сидит политик, лидер партии парламентской, и показывает, как блондинки разные такие там, значит, вот ему посылают это все. Он просто сказал, что я отдыхаю на Ибице. Но мне тоже это странно, потому что Ибице – это такое место, знаете, такой молодежной тусовки. Как бы ты европейский политик, борешься за власть в одной из ключевых стран Европы. Максим Шевченко был одним из первых связных для ультраправых в Австрии с Россией. Он в курсе и насчет фашистской родословной семьи Гуденуса, насчет отца, отсидевшего за отрицание Холокоста, и того, как сам Штрахе бегал в юности по военизированным неонацистским лагерям. Но все же призывает не называть их нацистами. В нулевых при Максиме Шевченко они встречались с деятелями вроде Александра Дугина, поддерживали Москву в грузинской войне. Однако, как ни стремились, не могли пробиться наверх к кремлевскому руководству. У меня был разговор с Косачевым, который тогда возглавлял комитет по международным делам в Госдуме, Дегенарос. Я ему сказал, Костя, знаешь, вот я знаю такую партию в Австрии, там, ФПО, свободная партия, такая хорошая. Говорю, о нет, это нацисты, это невозможно, нет, 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 это, ну не знаю, тогда у них было мало, тогда у них было, по-моему, 5 или 7%. Но вскоре рейтинг права радикалов взлетит за счет объявленной ими охоты на мигрантов-преступников. Вся эта публика заслужила пинка под зад. А от Москвы после Крымской авантюры и Донбасской войны отвернется весь Старый Запад. В 2016-м, как и с другими ультраправами, единороссы уже не брезгуя заключат соглашение с австрийскими ура-патриотами. В тексте о воспитании патриотизма в рядах молодежи. Крепить дружбу с Единой Россией в Австрию в обход санкционного списка прилетит его фигурант Сергей Железняк. Так, голосом настоящей Европы на госканалах станут партия Свободы, Марин Липен, альтернатива для Германии. Когда они приглашают в качестве комментаторов или оппинионмейкеров представителей крайне правых партиях, они пишут член Европарламента или член национального парламента Австрии. То есть официально Россия вроде как антифашистская страна, но на самом деле она сотрудничает с крайне правыми. И именно политики от партии Свободы, согласно Кивали, на крымском референдуме гостили в ДНР. Я могу с точностью сказать, что здесь полностью выстроено государство демократическими нормами. Предлагали в Грозном демократу Кадырову забрать из ЕС чеченских беженцев и заверяли Европу, что это лишь по ней бьют антироссийские санкции. Остановите это пагубное развитие, остановите санкции против России, они вредят Европе и не помогают установлению мира. В честь партнерства с Москвой при партии Свободы, вспоминает ее летописец Ганс Хеннинг Шарзах, учредят даже журнал, обложка первого номера. Хотим такого, как Путин. За учреждением этого издания стояло два человека. Один из них бывший вице-мэр Линце Детлев Виммер. На праворадикальных интернет-форумах с ним связывают особые надежды. А сомневающихся, будто он не является неонацистом, уверяют. Нет-нет, он один из нас, просто закон об экстремизме в Австрии строгий. Вот и приходится ему к ним приспосабливаться. Еще в 90-х Хайнц Кристиан Штрахе, будущий лидер австрийской партии Свободы, корнями восходящей к НСДАП, требовал снести знаменитый памятник воину Красной Армии в Вене, как враждебный ей символ советского империалиста-завоевателя. Однако в эпоху Владимира Путина ненависть австрийских ультаправых к России вдруг сменилась любовью. Оказалось, что ценности очень уж близкие. Теперь же, после коррупционного скандала вокруг псевдо-российской миллионерши, обернувшимся политической гибелью, штрахи, австрийские журналисты шутят. Спасибо русским. Они уже дважды освободили нас от нацистов. Они часто говорили, Путин навел порядок в России. Сильный человек. Им нравилось, что в России отказывались признавать отношения секс-меньшинств, в то время как в Австрии геям и лесбиянкам можно было заключать браки. Партии Свободы это было не по душе. В путинской России, как им казалось, была настоящая идеология. На декадентском Западе ее не было. Забавно, но об этом декаденте они и рассуждали посреди попойки с Редбуллом и водкой на Ибице. Из съемок этой попойки намекают в журнале «Фальтер». Одном из трех, получивших к ним доступ, специально вырезан весь компромат интимного свойства. Ни оргий, ни наркотиков, лишь переговоры с мнимой россиянкой. Вот ее уговаривают пожертвовать в черную кассу их партии. Среди тайных спонсоров якобы, забыл слово по-русски, и австрийский оружейный концерн. Есть пара очень состоятельных людей, которые нам платят от 500 тысяч до полутора или двух миллионов евро. То есть сейчас перед выборами? Ну, платят они не напрямую в партию, а через одно общественное объединение. Ты объясни ей это. Да, уже объяснил. Нет, ты ей объясни, что эти суммы проходят, минуя счетную палату. Откровений от Гуденуса и Штрахи тут более шести часов. В них и про то, что, цитата, все репортеры шлюхи, и что в планах будущей партии власти контроль над прессой по образцу Венгрии и Орбана, журналистка Нина Хорочек утверждает, что планы эти правые, придя во власть, начали осуществлять давление на общественное телевидение. Под их контроль в правящей коалиции попали МИД, МВД. Соседи по ЕС встревожились. Нам в редакцию попал как-то, к примеру, секретный документ от спецслужбы Финляндии, на котором было написано. Для стран Евросоюза. Пожалуйста, без передачи в Австрию. И это был серьезный знак. Уже не все в Европе нам с нашей чрезвычайной близостью к Кремлю доверяли. Понятно, что это была грязная провокация, но мы увидели и верхушку партии, совсем в другом ключе, готовую к коррупционным схемам, к торговле чем угодно, свободой слова, госконтрактами. Стоит ли теперь пересмотреть это партнерство между Единой Россией и Австрийской партией свободы? Ну, такие решения принимаются, разумеется, коллективно. И для начала нужно разобраться по существу. Даже в заключении австрийского генерального прокурора, который ознакомился с записью, содержался вывод, что ничего предосудительного, ничего криминального в ходе этого разговора не прозвучало. Поэтому я бы здесь не торопился с выводами. Единоросс Константин Косачев, тот, что когда-то клеймил их нацистами, сегодня очень ждал политиков от партии свободы, и не только от нее, на заседании Валдайского клуба в Вене. Десант российских дипломатов, парламентариев надеялся навстречу и Скаринг Найсель, главой МИДа Австрии. Это ее на министерской свадьбе кружил в танце Владимир Путин. Но после скандала с псевдоплемянницей русского олигарха венский вальс сменился гробовой тишиной. Российских гостей конференции принимающая сторона в последний момент лишила изначальной площадки. Найденный на замену тесный гостиничный конференц-зал стал залом тщетного ожидания. Кто у вас здесь сегодня от австрийских политиков? Есть. Сейчас сейчас даже посмотрю. Вот так, 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 так. Он экономист, так понимаю. Вот. Еще у нас вот здесь коллега из острова... Ни один из политиков Австрии, еще вчера главный в Европе союзница Кремля, не пришел. Говоря жаргонным языком, попали под замес. Гениальным замысел тех, кто это устроил, что они совершенно точно выбрали слабое звено. Потому что австрийская партия свободы, ну, как бы помягче сказать, политики недалекие, не очень профессиональные и очень, ну, как бы сказать, даже примитивные. То есть они действительно из народа. Поэтому они эту наживку заглотили просто глубоко-глубоко. По чьей воле и как они попались на эту наживку, изучают в австрийской прокуратуре. К концу недели предполагаемых исполнителей уже нашли в самой Вене. Российского следа в легенде о российской миллионерше нет. Но есть вопрос к России. С кем будем впредь в Европе дружить? Константин Глитинс, Вайкель, Левентов, Яна Карпова, РТВА, Австрия.